Мой дедушка Игорь Мельчкио, будучи известным российским иллюзионистом, артистом цирка, в ходе своей творческой деятельности, всегда был сторонником того, чтобы придать цирку эстрадно-цирковой оттенок. Понятие «эстрадно-цирковой артист» он активно пытался внедрить, внедрял это. В 80-е годы получилось несколько таких достаточно громких, интересных, больших представлений, как «Новогодний аттракцион» и программа «Все клоуны». Клоун в цирке на манеже – фигура особенная. Она также взаимосвязана на протяжении всей программы и принимает участие зачастую в каждом, либо через номер. Это связано и с техническими какими-то особенностями, когда после выступления того или иного номера, трюка, воздуха, нужно с манежа что-то убрать, и клоуны очень умело заполняют эту паузу и берут полностью на себя многотысячный зал. Вообще в семье Кио изначально еще у прадеда сложилось так, что клоуны во всех программах были всегда. И были трюки и фокусы с клоунами, когда клоуны из первого отделения, из обычной цирковой программы, переходили уже в аттракцион Кио и тоже принимали в ней активное участие. В то время, в ту эпоху нужно понимать, что были такие выдающиеся клоуны, как Юрий Владимирович Никулин. Мой личный дедушка, он с большим поэтянутом относился к Леониду Ингибарову, и даже в его книге «Иллюзия без иллюзий» он достаточно большое, ну, достаточное количество страниц уделил тому, чтобы рассказать о клоуне Леонид Ингибаров. Мне лично дед зачастую говорил, что Леонид Ингибаров — это один из самых, как бы, выдающихся, самых мощных клоунов той эпохи и того времени. Он очень часто работал в программах у деда. Аттракцион и непосредственно аттракцион с участием клоунов — это большой праздник для людей. Людям хотелось праздника, людям хотелось улыбок, и клоуны дарили эти улыбки. И взрослые зачастую себя чувствовали детьми, приходя в цирк и наблюдая за клоунами, за взрослым вроде бы клоуном, взрослым человеком, который в гриме, в каких-то нелепых ботинках, в каком-то достаточно таком красочном интересном костюме. Вот он называл улыбки. И в целом, я считаю, что зрители получат большое удовольствие, посмотрев в очередной раз эту прекрасную передачу. «Все клоуны» Почтеннейшая публика. А вот и мы. Здравствуйте. Сегодня вы увидите удивительного клоуна. Такого клоуна до него никогда не было. И, может быть, не будет. Он никогда не говорил. Почтеннейшая публика! А вот и я! Он никогда так не говорил. И никогда не делал так. Он никогда так не делал. А если и делал, то в честной и принципиальной борьбе и не из-под тяжка. С ним никогда не случалось традиционных клоунских конфузов. На это он был не способен. Он был благородный клоун. Он не был ни белым клоуном, ни рыжим клоуном. Он был Леонид Янгибаров. Леонид Янгибаров. Когда тот циркачан слушал фургон, Сиявший, как павлин со всех сторон, И весь народ под крики залывал, К нему на представление бежал. Паратоле трубили трубачи, Коней взрывая щелкали бичи. Усатые атлеты силачи Бросали в небо гири, как мечи. Вот этот цирк, вот этот цирк, Он ради праздника возник. И даже солнца рыжий влик Упал на клоунский парик. Вот этот цирк, вот этот цирк, Смертельный трюк, невольный вскрик, Аплодисменты в тот же миг. Вот этот цирк, вот этот цирк, Смертельный трюк, невольный вскрик, Аплодисменты в тот же миг. Вот этот цирк, вот этот цирк. Прошло с тех пор немало долгих лет Фургонов цирковых сегодня нет Заранее из анонсов и реклам Известно содержание программ Аэроплот, машины и поезда Привозят цирк в любые города Но через расстояния и года Ведет нас даже самая звезда Вот это цирк, вот это цирк Он ради праздника возник И даже солнца рыжий пик Упал на клоунский парик Вот это цирк, вот это цирк Смертельный трюк и больный скрип Аплодисменты в тот же миг Вот это цирк, вот это цирк Смертельный трюк и больный скрип Аплодисменты в тот же миг Вот это цирк, вот это цирк Вот это цирк Он ради праздника возник И даже солнца рыжий пик Упал на клоунский парик Вот это цирк, вот это цирк Смертельный трюк и больный скрип Народный артист Армянской ССР Леонид Георгиевич Ингибаров Ингибаров родился в 1935 году. В конце 50-х годов Ингибаров окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Ингибаров был клоун-мим в совершенстве, овладевший искусством пантомимы. Ингибаров почти не пользовался гримом, его костюм был минимально утрирован. Герой Ингибарова в разных обстоятельствах был совершенно разным. То веселым, то грустным, то трусливым, то смелым, то озорным, то благопристойным. Складывалось такое впечатление, что это просто разные люди выходят в манеж из зрительного зала. Ингибаров был замечательным жонглером, акробатом, эквилибристом. В его репризах всегда были очень сложные трюки. И случалось порой, что трюки, исполняемые Ингибаровым, были сложнее, чем трюки артиста, которого он пародировал. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! 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 В общем, это как бы закон для всех. Для всех, но не для Леонида Янгибарова. Дело в том, что Янгибаров был чрезвычайно уверенным в себе человеком. Ну и, надо сказать, отнюдь не без оснований. Что он и доказал блистательно в тот премьерный вечер в Москве. Вы знаете, есть такое определение концертный успех. Это когда артист, откланившись, уходит за кулисы, дают занавес, а благодарная публика вновь и вновь требует его выхода на арену. В общем, за свою уже довольно долгую жизнь в цирке я видел такое два-три раза. Но все-таки устот, успех, огромный успех Янгибарова превосходит все остальное. Вы знаете, сказать, что в тот вечер Янгибаров работал хорошо, отлично, удивительно, это все равно, что не сказать ничего. Янгибарова вызывали на манеж более двадцати раз. Нет, это снято не в тот вечер, это много позже. Но вглядитесь, перед нами предельно уставший после представления и предельно счастливый человек. Эти кадры раскрывают нам не меньше, чем его выступление, человека Янгибарова и, конечно, артиста. АПЛОДИСМЕНТЫ С того первого вечера 59-го года Янгибаров стал завершать весь цирковой спектакль. Обычно такого в цирке не бывает. Клоуны обычно работают в паузах, но завершает программу какой-либо крупный аттракцион или групповой номер. Янгибаров первым стал клоуном, которому доверили завершать весь спектакль. И, в общем, можно смело сказать, что с того первого выступления в московском цирке на Цветном бульваре в 1959 году началось триумфальное шествие Янгибарова по аренам всего мира. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры делал DimaTorzok Жонглирует, 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 жонглирует жутя Леонид Янгибаров ушел из жизни 37 лет Это был удивительный, неповторимый клоун О котором рассказано еще далеко не все Тот город на свете не видел никто Был в городе тон, старый цирк Шапитон И было давно это, было во сне Сквозь сон эта песня пригрезилась мне Ежедневно вечером вижу, как в тумане Чудо начинается в старом балагане И взлетают девочки с дробью по барабанам Звездам видны в дырочке крыши балаганы Там гротеск наездница в ярком свете газа В три горящих обруча пролетала сразу И однажды вечером на кругу арены Плохо стало клоуну от ее измены Плохо стало клоуну от ее измены И кружится в ярком свете не видел никто И шли с лошади, бальс танцуем вместе Цирк стоял на площади, город неизвестен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok